Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги Иовы. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Это ответ Иовы или Фазу. Вот завязывается полемика. Я напомню, Иов сказал, проклят день моего рождения, пусть мир будет рассотворен, потому что я страдаю. Ильфас ему на это отвечает. Вообще люди все склонны к страданию, но Бог тебя пожалеет, ты же праведник, и все вернется, все будет хорошо. Ну, а страдание — это удел человека тоже. Общие слова, в принципе, очень созвучны тем словам, которые мы найдем в других частях Библии, но в шестой главе Иов имя совершенно не удовлетворяется. Почему? Так отвечал Иов. Если бы взвесить мое горе, на весы положить мое несчастье, было бы оно тяжелее песка морского. Потому избивчива моя речь. Стрелы всесильного в моем теле. Мой дух, напоенных ядом, одолел меня ужас Божий. То есть, смотрите, Он говорит, я страдаю. Вот ты мне говоришь правильные слова, я страдаю. И не только у меня все плохо, но это еще и стрелы Всевышнего. Я понимаю, что это Бог меня ранил, что Он мне послал эти страдания. Ревет ли осел на пастбище? Мочит ли волу кормушки? То есть, там, где им есть чего покушать, они не станут зря орать. Едят ли пресное без соли? Есть ли вкус от ворожной сыворотки? Такие вот риторические вопросы. То есть, если вот человек, как вол и осел, кричит, значит, ему больно, значит, что-то не так. И вот безвкусное, несоленое, оно никому не нужно. И вот ответы или фазы, это, в общем, такое безвкусное, несоленое. Аюв кричит, потому что больно. «Прикоснусь к ней, с души воротит, вот что в несчастье стало моей пищей». Не очень понятно здесь текст древнееврейский, я из древнееврейского перевозил, не вполне ясен. Но такое ощущение, что он там не может уже ничего есть, потому что у него там болезнь какая-то серьезная. Весь в язвах, и там какую-то молочную сыворотку, творожную сыворотку он там ест. А может, поскольку он обнищал, то, в общем, нормальной еды ему и не дает никто. Если бы исполнились просьбы, и Бог даровал мне надежду, решился бы меня уничтожить, руку занес, чтобы меня прихлопнуть, это было бы мне утешением, ликованием средь бесконечных мучений. Я ведь не отверг слов святого. Вновь он хочет смерти и подчеркивает, что ничем не погрешил. И дальше вот он расскажет о своих страданиях и перейдет к упрекам. «Откуда силу взять, чтобы дальше терпеть? И какого же конца мне дожидаться? Сила моя, что камень? Разве тело мое из бронзы? В себе ли самому искать подмогу, когда ни в чем нет мне удачи?» Вот очень важный его тезис. «Мне нужна подмога», — говорит он, — «мне нужна помощь. Мне самому недостаточно своих сил. Друзья, вы пришли ко мне? Помогите. Кто отвернется от друга, тот забыл о страхе Божьем. Братья мои, что ручей непостоянны, переменчивы, как струи речные, то мутнеют они от талого льда и бурлят от таяния снегов, то со временем стихают, иссякают, и в жару пересыхает русло». Обычная для Ближнего Востока картина. Там многие реки или потоки только после дождей или в эпоху Таянии снега наполняются. Там и снега-то мало. «Тогда не доходят до цели караваны и бредут в пустыню на погибели, высматривают караванщики из Теймы, а в воде мечтают путники из Сабы, такие дальние области. И караваны идут через пустыню, надеясь, что там какой-то ручей, поток. Он там был, но уже исчез, потому что жаркое лето. Но ложные, окажется, их надежды, дойдут до сухого русла и ужаснутся. Вот чем вы для меня теперь стали». Смотрите, он резко первым упрекает друзей. Элифас еще так очень мягко подводит его к тому, что, может быть, надо покаяться. А вот Иов говорит, «Вы ненадежны». Они семь дней с ним сидели и молчали. Они пришли его утешать. Они пока его ни в чем не упрекнули. Иов первый начинает конфронтацию. Почему? Вот, может быть, сейчас он нам это скажет. «Увидели беду, испугались. Говорил ли я вам слово «дайте»? Мол, богатством своим поделитесь, у него же все исчезло. Говорил ли, от врага меня избавьте, злодеем за меня дайте выкуп. Вразумите меня, я умолкну. Научите, в чем мое заблуждение. Тяжело снести правдивые речи. Но чему учат ваши поучения? Вам бы только к словам придираться. Речь несчастного для вас «шум ветра». Вот то, что Элифас ему сказал, Иов воспринимает как поучение. Поучения несправедливые, поучения неуместные. И, соответственно, он ждет чего-то совершенно другого. Вы разыгрываете по жребию сироту и от други ведете торг. Да какой торг? Они его не предают? Они его не продают? Или все-таки предают? Повернитесь же ко мне, наконец, стану ли я лгать вам в лицо? А думайте, чтобы не допустить зла, прислушайтесь к правоте моей. Разве зло у меня на языке? Разве вкус погибели не распознаю? То есть, фактически он им говорит, смотрите на мою боль, ощутите ее, испытайте, поймите все, что я вам говорю, даже если это резко, даже если это непривычно к тому, что вы хотите слышать, даже если это как-то вас ранит, удивляет, обижает и так далее. Это правда, это мое, это то, что у меня внутри просто кипит, бурлит, горит, и вы это не цените, и вы к этому относитесь пренебрежительно, встраивая меня в какие-то свои, пусть формально правильные богословские схемы. Я для вас всего лишь образец человека-грешника, который испытывает мучения, потому что он греховен. Вы меня предали, вы меня продали в угоду своим правильным мыслям, в угоду своим идеям. Очень жесткий упрек, людям, которые пришли ему выразить свое соболезнование. Ну и в седьмой главе он продолжит эти упреки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok